Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпускники самарских школ получат по 10 тысяч рублей от правительства области, а на содержание региональных дорог направят еще 5 миллиардов рублей. С такими заявлениями выступил губернатор Дмитрий Азаров на ежегодном послании к депутатам Губернской думы. О ключевых темах, обозначенных главой региона, репортаж Ольги Павловой. Свою приветственную речь Дмитрий Азаров начинает с благодарности медикам, работающим на передовой. Коррективы пандемия внесла не только в жизненный уклад врачей и жителей региона, но и частично сказалась на экономическом развитии области. Сейчас губерния постепенно выходит из прошлогоднего кризиса и укрепляет позиции. В регионе уже подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Она необходима для решения существующих проблем, оказания первичной медицинской помощи. Уже в ближайшие три года на ее финансирование планируют выделить 7,5 миллиардов рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами. В ближайшие два года запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Приблизительно по такой же схеме планируют работать лечебные учреждения в Волжском районе и Кенеле. Их строительство начнется уже в этом году. И, безусловно, приятным долгожданным бонусом стала особенная, важная и своевременная мера поддержки для медиков и работников образования – компенсация расходов по процентной ставке и потечного кредитования. Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Коллеги, для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников. В связующем звеном в цепочке важных для Самарской области моментов стало и развитие туристического кластера региона. По предложению губернатора, оборот от регионального туризма в ближайшие три года должен достичь 20 миллиардов рублей. А центром притяжения туристов со всей России необходимо сделать Ширяево. Что же касается столицы региона Самары, глобальные изменения ждут городскую набережную. Проработает давно назревший вопрос о строительстве эстакады, соединяющей старую и новую набережные от Вилоновского спуска до Маяковского. Нам нужно соединить набережные, чтобы они были непрерывные в Самаре. Обратился губернатор и к выпускникам школ Самарской области. В этом году их ждет приятный сюрприз. В целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в ВУЗы и СУЗы Самарской области. Особое внимание будет уделено модернизации и ремонту дорог. На эти цели в регион направят 5 миллиардов рублей, из которых более 2 миллиардов освоят на территории столицы региона. Кроме того, к концу десятилетия Самарская область должна выйти на новый уровень строительства, ежегодно наращивая объемы по увеличению квадратных метров, не менее 3 миллионов в год. Здесь особенно важно обратить внимание на исторический центр города, отметил губернатор, и сохранить его составляющую. Внимание должно быть уделено историческому центру Самары. Елена Владимировна Лапушкина, я надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием нашей губернии, всей губернии. К 2024 году в регионе из ветхого и аварийного жилья планируют переселить почти 20 тысяч человек. Также на 2021 год запланированы субсидии в размере 1 миллиард рублей для ремонта внутриквартальных территорий и проездов к домам. Помимо этого, в губернии планируют открыть еще три центра «Мой бизнес» и вплотную заняться экологическими проектами. Сразу в восьми районах Самарской области в рамках государственной программы восстановления Волжского бассейна будут открыты очистные сооружения. Их ввод в эксплуатацию позволит исключить сбросу в Волгу почти 19 миллионов тонн отходов и капитально очистить реку от загрязнений. Ольга Павло, Василий Колдашов, События. Глава Самары Елена Лапушкина, а также председатель областного парламента Геннадий Котельников, члены общественной палаты и работники сферы здравоохранения отметили ключевые моменты послания губернатора. С лидерами общественного мнения поговорила мэрия Елчан. Глава Самары Елена Лапушкина отметила важность решения Дмитрия Азарова об объединении старой и новой набережных. Она подчеркнула, что в этом вопросе город не будет стоять в стороне. Планируется строительство эстакады, соединяющей территории от Вилоновского спуска до Маяковского. У нас есть уже наработки. Мы уже встречались со всеми руководителями, которые находятся на этом промежутке. И готовы очень активно участвовать в проектировании этой территории, потому что мы понимаем, что это будет повышение туристической привлекательности. Председатель Губернской думы, председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников отметил решение о материальной поддержке выпускников школ. По его мнению, это поможет удержать успешные кадры и молодежь в родном регионе. Это очень серьезно, очень привлекательно. И я думаю, что искать чего-то, кроме тех людей, которые там, ну вокал, ну театрал, ну еще что-то, вся остальная специальность у нас есть. Все есть. Куда-то ехать, что-то искать, наверное, не надо. Может быть, бакалуриат здесь закончить, а потом делать следующий шаг куда-то поехать. Особое внимание во время своего уступления губернатор уделил модернизации сферы здравоохранения, борьбе с коронавирусной инфекцией и вакцинацией. Это одни из важнейших тем, которые волнуют жителей. Прозвучали масштабные проекты, уже состоявшиеся в сфере здравоохранения. Это и 4 амбулаторных центра онкологической помощи, и 55 фершерско-акушетских пунктов, которые играют колоссальную роль в повышении доступности медицинской помощи. И еще более амбициозные планы дальнейшие в рамках программы модернизации, которые также прозвучали. Очень серьезные цифры и с строительством поликлиник, и с ремонтом, и с закупкой тяжелого оборудования. Забота о здравоохранении – это очень актуальная тема. Она не конъюнктурная совершенно, она диктуется теми обстоятельствами, которые мы имеем на данный момент, начиная с прошлого года. И поэтому многие идеи, которые изложены в послании, они рассчитаны на эффективное противодействие заражению коронавирусом и, возможно, другими инфекциями. Мэри Илчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Более 11 тысяч детей в сентябре впервые пойдут в детский сад. Свыше 3,5 тысяч займут места в ясельных группах дошкольных учреждений города. В Самаре состоялось распределение места в детские сады на следующий учебный год. Процедура зачисления детей в образовательные учреждения прошла при помощи электронной очереди. Тему продолжит Ольга Павлова. Прозрачная процедура подачи заявлений на зачисление позволила родителям не только своевременно отслеживать статус заявки, оформленной в электронном виде, но и оперативно вносить изменения в список желаемых дошкольных учреждений. Но мы прекрасно понимаем, что не все родители согласятся с теми местами, которые предложены им. Кому-то в силу географического принципа неудобно будет, и они будут отказываться от представления мест. Соответственно, все высвобождающиеся места будут повторно распределяться в течение летнего периода. И подача заявлений и дальнейшее зачисление детей в дошкольные учреждения идут при помощи электронных ресурсов. Возможность пойти в детский сад уже с 1 сентября этого года сегодня обрели 11 079 детей. Из них 3581 человек – малыши до 3 лет. Их распределят по ясельным группам. В счастливый список дошкольных учреждений, в которых открыли группы для самых маленьких, попала заведующая Ирина Мартьянова. В 2019 году здесь встретили своих первых воспитанников. Сейчас малыши выросли и готовы к переводу в младшую группу. Набор в ясли идет вновь. Но даже если с первого раза в желаемое дошкольное учреждение попасть не удастся, в будущем есть возможность занять вакантные места. Очередь – это как живой организм. Она постоянно движется. То есть в течение года также у родителей, и это их право, меняются какие-то семейные обстоятельства, отчисляются, уходят. Поэтому при появлении вакантных мест любой возраст предоставляется вакансии и место в детском саду. Информацию о зачислении, как и прежде, можно проверить на госуслугах. Если ранее заявитель был в списке очередников, статус изменится на зачислен. Также об изменении статуса родители должны информировать по телефону заведующей дошкольных учреждений. В случае положительного решения по дате оформить документы на зачисление в детский сад необходимо в течение лета. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре прошло торжественное вручение сертификатов на получение единовременного пособия выпускникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Десять школьников получили денежные сертификаты из рук главы города Елены Лапушкиной. За последние 11 лет пособия получили более 600 сирот. Подробнее расскажет мэри Елчан. Оле Бляблина 17 лет. Девочка – выпускница школы номер 100. Воспитывается в приемной семье с 2014 года. Оля учится на отлично и планирует поступать в плановый университет на экономиста. Сегодня выпускница в числе тех, кому вручают денежные сертификаты. Я хочу стать экономистом. Я очень долго к этому шла. В детстве всегда думала, что я буду экономистом, так как смотрела, например, свою маму. Мне очень приятно, что я здесь, что она заботится, помнит о нас. В этом году 11 класс общеобразовательных школ заканчивают 75 детей, которые воспитываются в семьях попечителей и приемных родителей. Сейчас подготовлены и направлены сертификаты на получение единовременного пособия во все внутригородские районы, где пройдут вручения. Десять ребят наградили в администрации Самары. С напутственными словами к выпускникам обратилась глава города Елена Лапушкина. Дорогие ребята, у вас такая очень жаркая пора наступает. Заканчивайте школу. Совсем скоро прозвучит последний звонок в ваших школах. Дальше ЕГЭ. Я вам от всей души желаю, чтобы ЕГЭ прошли очень легко, очень просто. Кроме того, глава Самары рассказала о материальной поддержке выпускников от региональных властей. Возможность получить денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут у тех, кто решит поступать в самарские вузы и СУЗы. Об этом стало известно во время ежегодного послания губернатора Дмитрия Азарова к жителям области и к депутатам губернской думы. Так что не забудьте про это. Вам до сентября месяца еще на поддержание на первое время тоже будет от региона, от губернатора вот такое пособие выплачено. Всего в Самаре в приемных семьях воспитываются 2520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2010 года пособие получили 622 ребенка. Мэри Елчан, Константин Головин. События. Готовят теплотрассу с лета. В Самаре идут работы по замене труб горячей воды и отопления. Семь участков уже в работе. Еще на 20 объектах она начнется в ближайшее время. Текущую подготовку города к отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Андрей Горгуленко продолжит. Участок теплотрассы на улице Мяге один из семи в городе, где сейчас идут активные работы по замене труб. Работники ресурсоснабжающей организации раскапывают тепловые камеры и производят их демонтаж. Здесь пролегает теплопровод диаметром 600 миллиметров. Всего на Мяге предстоит заменить 320 метров трубы. Подрядчики обещают закончить к 27 июля. План предстоящих работ на этом участке, а также на других объектах, обсудили на заседании штаба по подготовке Самары к отопительному сезону под руководством первого замглавы города Владимира Василенко. Он напомнил подрядчикам, что все работы должны начинаться с монтажа временных схем подключений. Эта мера является необходимостью для бесперебойной подачи горячей воды в дома самарцев. Везде, где мы работаем и где попадает объект теплотрасса под ремонт, где связан с ограничением горячей воды, мы в первую очередь делаем времянку и только после этого начинаем ремонтировать, вырезать трубу. Вот это вопрос требований. Оно не укажите, оно будет выполняться. Всего в городе этим летом должны заменить 52 участка теплотрасс по утвержденному плану. Еще несколько объектов приведут в порядок дополнительно. Их список будет определен к концу мая. Все работы по подготовке города к будущему утопительному сезону должны закончить к 1 сентября. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Высвобождают из паутины городских проводов. На улице Куйбышева устанавливают новые чугунные фонари, коммуникации к которым пороложат под землей. Как меняется одна из любимейших горожанами улиц в историческом центре, расскажем в сюжете. Да будет свет. Вместо старых световых опор на улице Куйбышева устанавливают новые металлические с декоративными элементами из чугунного литья. Но, пожалуй, самое заметное достоинство – разгрузка пространства. Коммуникации к новым опорам проводят под землей. Тем самым центр города освобождают от проводов. Такая схема используется в Самаре не первый год. К примеру, на улице Красноармейской кабель также проложен под землей. Ахитектура, она связывает, получается, естественный вид неба, какую-то такую чистоту. И вот эти постройки, их провода смущали и оттеняли. А так будет лучше. Благоустройство улицы Куйбышева проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно приступить к работам. Подготовка стартовала около недели назад. Сами же мероприятия продлятся до середины августа. За этот период рабочие установят больше 70 новых фонарей на участке от улицы Шостаковича до площади Революции. На установку одной такой опоры уходит порядка трех часов. Светильники стоят уже здесь энергоэффективные, светодиодные, которые потребляют на порядок меньше электроэнергии, чем те, которые стояли здесь до проведения вот этого ремонта. Современные требования, требования эстетические, нас призывают к тому, чтобы вся проводка была спрятана в землю. Жители Самары Светлана Максимова с сыном Даниилом любят прогуляться по исторической части города. Рассказывают, здесь атмосфера особенная. Уже успели заметить преображение. Очень впитываются, классно. Причем они имеют такой дух, да, какой-то модернный, что ли. Поэтому мне очень нравится. Это очень здорово, это очень эстетически классно, потому что на самом деле вот эти все провода, напоминающие Азию, это не есть красиво. Помимо проводки МП «Самары Горсвет» на участке еще много кабелей сторонних организаций. Проходят теплотрассы, их нельзя повредить. Даже траншею рабочим приходится подготавливать вручную. После установки фонарей улица Куйбышева продолжит преображаться. На тротуарах установят 61 контейнер с крупными туями высотой в 3 метра. А также 18 газонов с цветами и 41 кашпо со свисающими растениями. Также в планах высадка новых каштанов взамен старых аварийных деревьев. В этом же сезоне на улице Куйбышева будет произведен ремонт большими картами покрытия проезжей части. Ее охватят работами на всю ширину в границах улиц Венцик и Некрасовской. Необходимые работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Пандемия привнесла в бизнес новые тренды. От перехода в онлайн до слияния конкурентных компаний. О ситуации на рынке предоставления услуг и успешных кейсах самарских предпринимателей расскажет Ольга Хомракулова. За время пандемии 90% самарских компаний, работающих в сфере услуг, повысили лояльность и применили новые маркетинговые стратегии, чтобы сохранить клиентов. Согласно исследованиям крупнейшего частного банка России, почти в 40% случаев бизнес улучшил качество сервиса, предлагал новые товары и услуги. 29% опрошенных не стали повышать цены и вели отсрочку платежей для своих клиентов. Но главным изменением в маркетинговой стратегии стал уход в онлайн. Теперь не человек идет получать услугу, а услуга приезжает на дом. Причем такую тактику взяли на вооружение как мелкий бизнес, так и крупные сетевики, работающие на самарской площадке. Да, у нас создан онлайн-сервис по доставке продуктов прямо домой. Расширили именно маски, перчатки, что пользовался спросом. Из продуктов это крупы, макароны, сахар, что именно покупатели брали в большом количестве. Многие мелкие компании, работавшие на рынке, провели слияние с конкурентами и укропнили или расширили бизнес, стали работать в новых направлениях. Мы поняли, что в пандемии у нас очень много конкурентов, которые начали, так сказать, уходить с рынка. Мы решили объединить Италию и Японию, сделать на одной кухне для того, чтобы больше радовать наших гостей. Тем самым мы завивали еще больше гостей. При этом часть предпринимателей запустили бизнес в разгар пандемии. В это время активность конкурентов снизилась, что позволило сделать цены доступными. При самом открытии установили свои цены и их, в принципе, не меняли. Меняли только на праздничные дни. И были у нас акции, есть они до сих пор, когда у нас цена менялась, она дешевле. В будущее самарские предприниматели смотрят с оптимизмом. В дальнейшем они ожидают повышения потребительского спроса и смягчения политики банков в кредитовании бизнеса. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Повышение качества и доступности медицинских услуг – это те вопросы, которые больше всего волнуют жителей региона, отметил в своем послании Дмитрий Азаров. Сегодня в регионе, благодаря нацпроекту здравоохранения, реализуется новый подход, ориентированный на каждого жителя губернии. Его будут применять в новом региональном центре компетенций, который открылся на базе Самарского областного кардиологического диспансера. Как в регионе будет организованное лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расскажем в следующем материале. Телемедицинские консультации, анализ кардиограммы пациента, оценка правильности диагностики и схемы лечения. На базе Самарского областного кардиодиспансера открылся региональный центр компетенций. Именно сюда будет стекаться вся информация о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы оперативно и правильно оказывать им помощь на любом этапе лечения. В этом центре пациенты будут наблюдаться, которые находятся не в кардиоцентре, а во всех других больницах Самарской области, но они там находятся именно по причинам сердечно-сосудистых заболеваний. И если, не дай бог, такой пациент попадает на какую-то интенсивную терапию, то мы будем сопровождать его введение, а в случае необходимости он будет транспортирован сюда, в кардиодиспансер. Ну и вторая, это уже глобальная такая задача, то есть мы должны выстроить со временем такую систему, когда любой пациент, который имеет сердечно-сосудистые заболевания, мы знаем о нем все. Принципы действия система оценил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Решения должны приниматься быстро, и должны здесь они. Здесь центр принятия решений, в том числе вот. И об этом, Амазак, с самого начала как раз и рассказал. В единой медицинской системе будут аккумулироваться все сведения о пациенте-сердечнике вне зависимости от того, обратился ли он в поликлинику или был госпитализирован в больницу через скорую помощь. Участковые врачи по месту жительства будут получать информацию, когда человек выпишется, чтобы провести его осмотр и выдать льготные лекарства. Это новый подход – пациент-ориентированное здравоохранение, а также контроль качества медицинской помощи. Это поддержка принятия решений, то есть повышение компетенции, чтобы вне зависимости от того, на какой бы уровень пациент не попал, был кто-то, кто может всегда проконсультировать и проверить некий контроль качества. Правильно ли определена программа диагностики лечения на догоспитальном этапе, на этапе скорой помощи, на этапе центральной районной больницы или на этапе специализированного стационара. В дежурной бригаде центра компетенции будет специалист-кардиолог и методист, который будет вести учет и историю болезни пациента. Также именно в этом центре должны определять маршрутизацию, куда лучше отвезти больного, где есть нехватка лекарств и так далее. Информация сразу же будет поступать в региональный Минздрав, чтобы оперативно решить проблемы. Центр компетенции создан в рамках национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным, с задачей обеспечить системную и комплексную работу по профилактике лечению сердечно-сосудистых заболеваний и снижению смертности от этих болезней. Ранее поставил глава региона Дмитрий Азаров. Это направление работы заложено в основу стратегии лидерства, которая была разработана по инициативе губернатора при участии жителей всех городов и районов региона. Светлана Кудрявцева, События. В небе над Самарой закружили белые хлопья. Тополиный пух не оставляет равнодушным никого. Кто-то восхищается парящими над головой ватными снежинками, а кто-то лишний раз не выходит из квартиры. Стоит ли обращаться к медикам, если почувствовали сезонные аллергические реакции, расскажет Мария Левина. С первыми цветами на деревьях жизнь Дианы Альковой осложняется. Но самое неприятное время, рассказывает девушка, наступая с появлением тополиного пуха. И насморк, и зуд в глазах, и износы течет. И, соответственно, это неудобства приносят определенные. Невозможно проветрить квартиру. То есть, если даже жарко, то не откроешь окна в лишний раз. Аллергия особенно сильно стала давать о себе знать в последние годы. И это не случайно, говорят эксперты. По статистике Всемирной организации здравоохранения с каждым годом количество аллергиков растет. К примеру, весеннему обострению подвержен каждый третий житель России. С апреля в аптеках начинается аншлаг. С каждым сезоном на полках появляется все больше антигистаминных препаратов. Цены на такие лекарства варьируются от 50 до 1000 рублей. Бывают оригинальные препараты, а потом появляются вот дженерики. То есть, новые названия. Расширяется линейка препаратов. Лето, может быть, что-то идет. Ну, не антигистаминные, конечно. Что-то такое от зуда, комаров, например, или каких-то растений. То есть, наружные мази. Ну, то есть, целая группа препаратов. Но сейчас, может быть, еще добавились просто капли в нос. Больше стали там продаваться. Если аллергия на цветение и тополиный пух – это то, к чему люди готовы, то есть и так называемые нестандартные аллергены. Это единичные случаи. Говорят, деньги не пахнут. Но с этим утверждением соглашаются не все. Многие очень чувствительно реагируют. А псих! На бумажные купюры. Аллергия на бумажные деньги, пожалуй, одна из самых редких. Происходит из-за реакции на краску и никель. Чаще встречается особая чувствительность на солярий. Симптоматика в этом случае напоминает крапивницу. Каждый сотый аллергик испытывает дискомфорт из-за холода. Тело в этом случае покрывается красными пятнами. Аллергия может привести к обмороку или даже анафилактическому шоку. Если не лечить, не обращаться к специалисту, это может с годами усугубляться и вылиться в достаточно тяжелые реакции при контакте с аллергенами. А если вовремя обратиться с определенной специфической симптоматикой, получить рекомендации по лечению, по своему поведению, возможно, по специфической терапии, то можно снизить интенсивность симптоматики. Аллергические реакции не поддаются лечению, но обращаться к врачу в этом случае нужно. Медики определяют подходящий индивидуальный курс препаратов, который поможет облегчить сезонный дискомфорт. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!